МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необоснованная жестокость или случайность в махачкалинской школе ученик смертельно ранил ножом своего одноклассника. Я считаю, что проблема в данном инциденте совершенно не в досмотре школьников. Я бы хотел обратить внимание на родителей, чтобы они особо усилили свое внимание и контроль. Сергей Меликов избавился от приставки в Рио и стал главой Дагестана. Что это значит для республики, обсуждаем с экспертом в студии. Как вы считаете, стоит ли ожидать таких массовых изменений кадровых в Белом доме? И вокруг него там есть сомнительные кадры, сомнительная репутация, так скажем. Но я думаю, что в основном костяк все равно он, наверное, должен быть сохранен. По пояс в воде. В Каспийске после продолжительных дождей затоплена часть улицы Кирова. Сапоги мне не помогали. Просто так намокла. Это итоги недели на ННТ. В студии Патимат Ханапова. Здравствуйте. На неделе самым обсуждаемым событием стало убийство школьника в столичном лицее. Самое страшное в этой истории, что фигурантом уголовного дела стал подросток. Инцидент шокировал жителей не только нашей республики, но и всю страну. В причинах и обстоятельствах предстоит разобраться правоохранительным органам. А наши корреспонденты за подробностями обратились в школу, где учились ребята. Новость об убийстве в школе прогремела сегодня на всю республику. В лицее номер 51 двое учеников девятого класса так и не сумели уладить конфликт. В ходе драки один из участников достал нож и нанес смертельное ранение второму. Нож давно купил в магазине. Как он оказался в кармане, не помню. Был в состоянии аффекта. Именно так объяснил случившийся молодой человек в отделении полиции, куда его доставили сразу после инцидента. Когда драка случилась, в состоянии аффекта я его достал и ударил. Непреднамеренно я его не хотел убивать. Когда вы нанесли удар ножом в дальнейшем, что происходило? В дальнейшем? Я не помню. Как подросток пронес нож в школу через рамку металлоискателя, сейчас выясняет следствие. По факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. В отношении подозреваемого следственного органа, следственного комитета Российской Федерации, правительства Руки-Дайксан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. Кроме этого, следственным также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа руководства школы по факту халатности, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей которых произошло данное происшествие. Для выяснения обстоятельств произошедшего в лице также прибыла уполномоченная по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова. По ее словам, никакие меры безопасности в школах не помогут, пока мы не займемся воспитанием детей в семьях. Я считаю, что проблема в данном инциденте совершенно не в досмотре школьников. Абсолютно. У нас в республике миллион детей. У нас в каждой средней школе по 2-3 тысячи человек. Это мы должны с 5 утра начинать досмотры школьников, чтобы избежать таких случаев. Это нереально, это психопатия полная. Еще раз говорю, имел место просто трудный ребенок, который требовал особого учебного заведения и особых программ, а этого не было. Сейчас вокруг происшествия в 51-м лицее много слухов, версий и домыслов. Понятно одно. Конфликт между подростками имел место и до трагичной развязки. Эту версию отрабатывает следствие. В этом признаются и некоторые одноклассники убитого подростка. А он, говорят, что он всегда с собой нож таскал. Почему? Да, он на прошлой драке тоже достал нож, побежал. Но уже вышел директор, за очередь разняли. Слушай, а когда это было? Это было пару недель назад. Ничем все это окончилось? Они по рукам дали. Все беды от недостаточного внимания к детям со стороны взрослых. Вопросы воспитания подрастающего поколения в духе нравственности и терпимости – это то, чем должны заниматься все институты общества вместе, считает помощник Муфтия Республики Идрис Асадулаев. Учитывая тот факт, что сегодняшний день вокруг нас происходит, все кипит, я бы хотел обратить внимание на родителей, чтобы они особо усилили свое внимание и контроль над детьми. Любовь родителей заключается в том, чтобы дать ребенку, даже против воли этого ребенка, то, что сделает последующим этого ребенка счастливым, как в этом мире, так и на том свете. А это правильное воспитание, что является самым лучшим подарком, что может даровать родитель своему ребенку. Излишняя жестокость в подростковой среде уже переходит все границы. Интернет переполнен кадрами ужасных сцен, когда школьники буквально издеваются над сверстниками. Все это так или иначе влияет на поведение молодежи. Другой вопрос – как это все остановить? И остановить вовремя, пока дело не дошло до очередной трагедии. Карим Даниф, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Сергей Меликов избран законным главой республики. Так решили дагестанские депутаты большинством голосов. 82 депутата из 87 сделали свой выбор в пользу Сергея Меликова. Кроме избранного руководителя республики, кандидатуру на пост главы выставили политические партии «Справедливая Россия» и КПРФ. Закамиля Давдева и Самира Абдулхаликова проголосовали по два депутата. До процедуры избрания все три кандидата выступили со своими программными заявлениями. Основная речь касалась будущего республики, инвестиционной политики, реализации социальных проектов, строительства, мер по борьбе коронавирусной инфекции и мирного будущего. В докладах были затронуты практически все сферы жизни. Сергей Меликов коротко остановился на результатах деятельности за время исполнения обязанностей главы. И отметил, что во многих направлениях есть заметные подвижки. После процедуры избрания Меликов поблагодарил депутатов и коллег за сделанный выбор. И отметил, что какие бы политические партии мы не представляли, важно работать на благо Дагестана. Искренне благодарю всех, кто отдал за меня свой голос, кто поддерживал меня все это время. Кто работал рядом со мной в период исполнения мной обязанностей главы республики. Ваше единодушие не просто добавляет мне силы и уверенности, но свидетельствует о нашей общей заинтересованности в развитии республики. Вступая в должность главы республики, я понимаю, что становлюсь частью этой летости, остро осознаю свою колоссальную ответственность перед всем нашим многонациональным народом, перед нашими великими предками. Считаю своим долгом сделать все для республики, для спережения и продолжения великого исторического наследия. Цель моей работы и, как и всей моей жизни, так же, как и прежде, это служение людям, служение Отечеству, его безопасности и укреплению. Своё уважение сегодня моим оппонентам, уважаемым мною Гамилу Магомедовичу, Самиру Гасумовичу, людям, несомненно, достойным. У нас могут быть разные взгляды, убеждения, мы можем представлять разные партии, общественные организации. Но мы никогда не должны отступать от основополагающего принципа жизни нашей республики. Самый главный принцип Дагестана – это его единство. На мероприятии присутствовали не только депутаты Народного собрания, но и Госдумы России, а также члены Совета Федерации, полпредпрезидента России ВСКФО Юрий Чайко, главы соседних регионов, а также представители духовенства и приглашенные гости. Что значит избрание Сергея Меликова на пост главы Дагестана и чего стоит ожидать дагестанцам от новоизбранного руководителя, поговорим с экспертом студии. Сегодня у нас в гостях политолог Урозаев Эдуард Кайрханович. Добрый вечер, Эдуард Кайрханович. Спасибо, что пришли. Сергей Меликов уже избавился от представки в Рио и стал главой Дагестана. Как вы считаете, повлияют ли такие изменения на его политику или можно сказать о том, что как он условно правил этот год, так все и будет проходить идентично? Ну, если судить по программе деятельности, которую он огласил перед депутатами, они же все выступали со своими программными тезисами, то судя по этому программным тезисам, собственно говоря, он говорил о существующих, о накопившихся проблемах и о уже наметившихся путях решения или то, что уже делается и то, что будет делаться. Собственно говоря, эти планы он излагал и в предыдущих многих выступлениях, такого особо принципиального чего-то я не отметил. Единственное, что он сделал на этот раз тоже акцент на борьбе с бедностью, так мы условно будем говорить. Значит, вот, ну, слово борьба здесь немножечко меня смущает, конечно, но, тем не менее, значит, этот тезис, который прозвучал из уст президента России тоже, и вот он как бы сочел нужным его выставить тоже в первую очередь. А так, в основном, решение сначала инфраструктурных проблем, это что, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализация, ливневки, это то, от чего страдали многие жители городов и районов горных тоже, в том числе районов Дагестана, оползней там и так далее. Вот эти все проблемы, значит, вот, как бы, они остаются на первом месте. На втором этапе, собственно говоря, он тоже обозначил, это более дальние планы, конечно, развитие экономики, в первую очередь развитие туризма, АПК, это вот две сферы, которые, значит, можно сказать, будут, так сказать, точками роста своего рода. Вот, поэтому таких вот, в остальном, таких вот принципиальных изменений я, так сказать, не заметил в точке зрения программы деятельности. Ну, очевидно, что программа, это такая официальная точка зрения, но можно рассуждать о том, какая работа им была проделена на самом деле, и как-то прогнозировать, что будет он делать в дальнейшем, как вы считаете, если отходить от официальной. Ну, значит, я скажу так, значит, что он, конечно, вот весь этот год старался вникнуть в проблемы, значит, познакомиться с людьми, познакомиться с кадрами, познакомиться глубже с проблемами, путями их решениями. Он очень серьезно занимался лоббированием интересов дагестанских, значит, на федеральном уровне. Мы видели, какое большое количество федеральных министров, депутатов, не только депутатов, которые буквально как раз чуть ли не ко дню, значит, выборов тоже подъехали и фактически приняли даже участие, можно сказать. Вот, ну, я имею в виду в качестве гостей, конечно. Вот, значит, и такой непрерывный процесс идет, в общем-то, отработки многих программ, мероприятий, которые должны пройти в Дагестане. Вот, и этот непрерывный процесс, он продолжается, без остановки, можно сказать. Вот, вначале какие-то, может быть, так сказать, перерывы были, и вообще вначале, можно даже сказать, даже своего рода пробуксовки, можно сказать, были, потому что буквально обрушились на него чрезвычайные ситуации, значит, какие-то инциденты не совсем понятные для него там. Вот, и, в общем-то, он, тем не менее, значит, я считаю, что сохранил управляемость республики, несмотря на то, что он обновил, значит, и правительство. Вот, он обновил и состав парламента почти на две трети. Вот, это тоже, я считаю, существенным шагом, так сказать, серьезным, который, вообще-то говоря, обычно во многих политических системах расшатывает, как бы, ситуацию, это считается таким признаком. То есть надо быть достаточно осторожным, быть в этих вопросах тоже. Вот, он преодолел вот эти вот волны компромата, которые на него там полились в какой-то период. Вот, он наладил систему все-таки более-менее оперативного реагирования, я считаю, органов власти на эти чрезвычайные ситуации, все-таки, на инциденты. Вот, ну, можно его там критиковать, по некоторым, так сказать, инцидентам, там, резонансным, даже немножечко с опозданиями это шло. Но, тем не менее, в целом, я считаю, что реагирование, система реагирования достаточно оперативная была. И, в отличие от других предыдущих руководителей, я вижу все-таки все в нем больше открытости, искренности, откровенности. И, в общем-то, если, допустим, там, Рамазан Блатипов был более, так сказать, такой критичный, что ли, к прошлому, там, к деятельности, более критические высказывания были, но у Меликова они достаточно взвешенные, они в то же время более, так сказать, аналитичные, что ли, неогульные, там, и так далее. В этом смысле он. И более открытый он, допустим, через Владимир Васильев, это тоже очевидно совершенно, мне кажется. И это все вот позволило ему, как бы, ну, сохранить взаимоотношения с нашими, как говорят в политологии, элитариями, то есть частью элиты, которую, значит, он частично и сам сформировал, частично, значит, оперся на те некоторые круги, которые были, в общем-то. Вот, поэтому я думаю, что вот будет постепенный вот такой пошаговый, что ли, такой ход, который он набрал, он будет продолжать. Вот, в этом смысле, значит, главное, что у него есть желание, энергия, это он, в нем чувствуется, вот, так сказать, энергетика определенная и желание, так сказать, преобразованиями заняться и улучшить ситуацию в Дагестане. То есть, можете сказать, что этот год ознакомливался ситуация, сейчас уже пора действовать? Я не только, я бы не сказал, только ознакомливался, но он, я считаю, что он все-таки более-менее, уже какие-то планы выработаны. Вот, буквально, вот вчера прошло заседание, значит, четырех комитетов Совета Федерации выездное, вот, на котором были проанализированы пункты постановления Совета Федерации, они имеют очень существенное значение. Буквально тоже вчера еще подписано Мишустином соглашение о развитии Дербента, социально-экономическом развитии Дербента. Там уже есть конкретные деньги, конкретные суммы, там 46 миллиардов из федерального бюджета пойдет только из, значит, на развитие только Дербента. Плюс еще там, по-моему, около 8 миллиардов из республиканского, потом будут привлеченные средства. То есть, там уже все-таки отработанные проекты, хорошо подготовленные. Раз они утвердились, значит, они прошли, как говорится, фильтры всевозможные, экспертизы. И поэтому, ну, что ли, так сказать, есть больше оснований говорить о том, что эти будут планы и программы будут реализованы. Вот вы в своем выступлении сказали о том, что кадровые изменения были уже проведены. Стоит отметить, что правительство было отправлено в отставку, но эта процедура, она достаточно классическая. Но все же, как вы считаете, стоит ли ожидать таких массовых изменений кадровых в Белом доме? Какие ваши прогнозы? Какой процент все-таки? Вот с этим трудно, как говорится, прогноз-то по избранию Меликова. Я тоже давал за день до этих выборов, которые голосованием депутатов определяли, кто же будет главой из трех кандидатов. Вот, но в части других кадровых изменений, значит, на, кстати, я давал прогноз тоже по Аскандарову, значит, когда выдвигался, и было многих кулуарных, так сказать, разговоров, что там конкуренты у него есть и так далее, но конкурентом не оказалось. Вот, то есть я два прогноза уже как бы, ну, давал, в общем-то, правильных. А вот с точки зрения состава правительства, сейчас трудно говорить, но я все-таки, ну, даже и надеюсь, можно сказать, я, например, считаю целесообразным на его месте. Основной костяк правительства сохранить, ну, может быть, некоторых министров, у которых, так сказать, хромает вот выполнение программ, там вот он все время акцентирует внимание на реализованных, как говорится, задачах, уже которые были, ставились ранее, так сказать. То есть конкретные есть показатели, есть будет итог года там и так далее. Тем более, что, в принципе, отправить в отставку правительству и назначить новый премьер и сформировать новый состав, у нас полномочий достаточно у главы региона для того, чтобы без проблем это осуществить. Поэтому это вот то, что по конституции положено делать отставку перед вновь избранным, значит, это такая, можно сказать, с одной стороны, может быть, техническая будет, как бы, процедура, да, переназначения. Вот вспомните, что Рамазан Блотипа в 13-м году тоже, значит, отправил за месяц, два, по-моему, до выборов своих, про отставку Мухтара Меджидова правительства. И буквально в конце июля уже, или начале августа, сформировал правительство Абдусамада Гамидова. А потом, значит, после выборов в сентябре, значит, и опять заново же тот же состав фактически был, так сказать, воспроизведен. Вот. И потом периодически происходили смены руководителей. Я тоже в этом случае тоже думаю, что будет такой поэтапный, постепенный, так сказать, смена некоторых руководителей органов исполнительной власти. Там кроме министерства у нас есть еще комитеты, агентства там и так далее. Вот. Он смотрит на конкретные результаты, дает время. Вот многие с приставкой в Рио до сих пор тоже ходили. Вот. Вы помните же, да? То есть он давал некоторое время для того, чтобы посмотреть, как человек работает. Вот. Но, с другой стороны, я не сторонник вот таких вот слишком резких тоже кадровых изменений. Вот. Некоторые наши, как говорится, наблюдатели Дагестана тоже считают, что всех надо убрать, всех надо почистить, всех надо, там, всех корруппированных. Снова дополнительное время, чтобы те новые начали понимать. Да. Совершенно верно. Дело в том, что когда новый человек приходит, ему нужно для того, чтобы вникнуть в эти процессы, чтобы понять, что происходит. Потом, значит, он автоматом не захочет там подписывать некоторые документы, захочет никто. Вообще, такое правило есть, так сказать, в менеджменте тоже, и в том числе политическом менеджменте тоже, что там, если в министерстве меняется человек, то полгода нужно для того, чтобы адаптировать, для того, чтобы полностью набрал охоту работы в министерстве. Потому что он там и подбирает новые кадры друг под себя тоже начинает там в министерствах. И вот этот вот процесс, он немножечко тормозит вот это. Если человек не слишком, как говорится, проштрафился, да, так будем говорить по-простому, то я считаю, что надо дать доработку как минимум до конца года, посмотреть по итогам года, потом принимать, может быть, решение. Потому что большинство людей, которые он назначал, они тоже даже уже поменялись им даже, по ходу дела уже даже. То есть он давал некоторое время, поменял. То есть не скажу, что это люди, которых он, как говорится, так вот совсем случайно или как бы спонтанно, что ли, назначал. Многие из них продуманы были, как говорится, заранее. Но в то же время я считаю, что, конечно, и вокруг него там есть сомнительные кадры, сомнительная репутация, так скажем. И сохраняются они до сих пор тоже. И, в общем-то, я не знаю, как он будет дальше действовать. Вы имеете в виду администрацию правительства? И в администрации, и в правительстве тоже есть. Ну, в общем, закончим, наверное, на этом. Может, вам есть что добавить ко всему сказанному? Какие-то ваши анализы? Мне только остается пожелать, так сказать, ему успешной работы и новому составу правительства, который будет сформировано в случае, так сказать, радикального изменения, как говорится. Но я думаю, что в основном костяк все равно, он, наверное, должен быть сохранен, во всяком случае. По пояс в воде. В Каспийске затоплена часть улицы Кирова с первой по четвертую линию. Люди практически заблокированы своих домах. Резиновые сапоги жителям уже не помогают, а легковушки застревают в потоке воды. Подробности в сюжете. Здесь настолько глубоко, что передвигаться можно только на грузовом автомобиле. Мы запаслись такими сапогами, но они, увы, нам не пригодились, потому что вода практически по пояс. Дети не могут попасть в школу, взрослые на работу. И так почти неделю. Дома заблокированы потоком воды. Повезло тем, у кого есть грузовые автомобили. Это единственный шанс хоть как-то выбраться из водного плена. И сам Ахмуда. Водитель газели, он и развозит некоторых детей в школу. Никаковые машины не проезжают, же сами видите. Все затоплено. В общем, вы отвечаете за образование детей, можно сказать? Детей в школу тоже иногда отправляют по-любому. А другого выхода нету, как отправить. Автобус не едет. Приходится отвозить и обратно привозить тоже. Некоторые дети возвращаются с уроков домой по колено в воде. Сапоги уже не спасают. Сапоги мне не помогают. Просто так намокла. Тебе холодно? Очень. Но приходится ходить вот так в школу? Да. Затоплены десятки домов и дворов. У многих испорчены ремонты мебель. Вода пришла и в огороды. Правда, когда не надо. Здесь-то выше колени. Там до пояса. Кроме того, непогода сказалась и на домашнем хозяйстве. Так и Наята Гаханова спасает своих кур, переместив их в кузов газели. Нет уже другое место. Самый, который наш выход, вот этот око. Другой выхода нет. Нет сухого места у нас вокруг вообще нигде. Жители говорят, проблема из-за того, что канализационная система засорена, не справляется с обильными осадками. Кроме того, выведена она в неправильном направлении. У нас неправильно поставлены канализации. Эту канализацию должны были провести до военных. Туда не пустили нас. Нас обманули. Сказали, специальный насос будет. Теперь эта канализация, наша канализация идет в город, туда соединено. А туда она не проходит. Постоянно вон. На подъем? Да, постоянно вон. Невозможность. В мэрии говорят, они в курсе ситуации. Направлена техника для откачки воды затопленных улиц. Однако очевидно, что для полного решения проблемы жителей этого недостаточно. Нужен комплексный подход, а именно отремонтировать канализацию, установить ливневки. В администрации Каспийска отмечают, вопросы будут решаться поэтапно. Вся эта проблема не только этих улиц, это проблема в целом города. И эти проблемы решаются. Ну, очевидно, что прокачка воды, это все не решит в таком масштабном плане. Сначала уберем воду. А дальше? А дальше будем решать проблемы по мере их поступления. Желание чиновников решать людские вопросы поэтапно, это, конечно, лучше, чем отсутствие реакции вообще. Ну, а пока картина следующая. Жалобы поступают, вода не отступает, а власти думают. По тематам Анапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. Шесть многоэтажек снесли в Махачкале на неделе. В Кировском и Ленинском районе столицы республики судебные приставы демонтировали незаконно возведенные высотные дома. Снос объектов произвели в микрорайонах Айгель, М2 и в районе Юго-Восточной промышленной зоны. По Кировскому району столицы дома снесли по улице Сулакская, улице Хуторянская в поселке Семендер и в районе завода Эльтав. По данным мэрии, застройщики отказывались исполнять решение суда добровольно. Сегодня мы приступили к демонтажу незаконного многоквартирного дома, возведенного по адресу улицы Лизы Чайкиной. Данный дом подлежал демонтажу на основании судебного решения, в связи с чем данную работу совместно с нами проводит Федеральная служба судебных приставов. На сегодняшний день также запланировано еще три объекта, расположенных на Кировской территории города Махачкалы. Рыли котлован для фундамента, откопали археологическую находку. На юге Махачкалы и на улице Ахондова рабочие во время стройки обнаружили вход в ранее сокрытое подземелье. Его протяженность более 20 метров, а высота 2 метра. Во время осмотра были обнаружены фрагменты сосудов из поливной керамики и каменный водовод. Чем предположительно могла быть эта подземка в прошлом, узнавала Наталья Хамбабаева. Это древнее подземное сооружение обнаружили рабочие во время строительства многоэтажного дома. Для Махачкалы это уникальный случай. На данный момент строительство приостановлено, чтобы ученые продолжили исследовать территорию. Здесь должна была стоять ничем не примечательная многоэтажка. Теперь же это место стало объектом всеобщего интереса. Местные жители приводят сюда своих детей, чтобы показать удивительное подземелье. Сейчас строительство приостановлено, а объект под пристальным вниманием археологов. Точный возраст тоннеля предстоит выяснить по останкам керамических сосудов. Скорее всего, при рите этого котлована, где мы находимся сейчас, юго-восточная часть его была повреждена. На данный момент мы не можем сказать, был ли это вход в это сооружение, или что здесь было, потому что мы видим, что эта часть около 3 метров, 3,5 метров где-то этого сооружения, оно разрушено. Мы не можем сейчас, на данном этапе, сказать о его возрасте, к какому периоду он относится. Однако, в слое рядом с этим сооружением встречена керамика 19 века. Также к этому сооружению идет водовод. В борту того стенки мы можем видеть этот водовод. В республике нередко во время строительных работ находят древние сооружения. По словам археологов, не все считают необходимым сообщать о находке. Но здесь важно отметить, сокрытие и порча исторических памятников влечет за собой уголовную ответственность. Сейчас местные активисты внимательно контролируют процесс строительства. Подтянулись общественники. Есть один парень такой, он знает еще эти моменты. Он обнаружил этот котлован. Не котлован, а этот туннель. Когда он посмотрел, внутрь зашел. Это же историческое такое, археологическое. Люди постоянно здесь, они бывают. И еще дали предписание им. Советские главы района, потом вот эти наследия памятников, они тоже дали предписание, пока не изучат, пока окончательный результат не будет, никакие земель не трогать, копать, запрещено. Вот до уголовного дела, если даже тронут. По закону необходимо провести археологические раскопки. Это и определит судьбу древнего сооружения. Специалисты говорят, что есть два варианта развития событий. Либо перенести артефакты в музей и продолжить возведение многоэтажки, либо объявить подземелье объектом культурного наследия и отменить строительство навсегда. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Муфтиат Дагестана издал очередную книгу по исламскому праву. В свет вышла вторая часть труда «Сборник Фетв». В ней собрано около 200 ответов на шариатские вопросы. Они рассчитаны на широкий круг читателей. В книге затрагивают тему бракосочетания, имущественного права, поста, намазы и другие актуальные вопросы. Над изданием работали сотрудники отдела фетв и отдела образования и науки Муфтиата региона. Если говорить об источнике вынесения фетв, то все фетвы вынесены с опорой на авторитетнейшие источники классической исламской богословской литературы. И представляет интерес как для студентов, специализирующихся на исследовании исламского права, так и обычных людей, начинающих изучать свою религию. Помимо первого и второго сборника, готовится еще третий сборник, в котором будут отражены самые актуальные и насущные вопросы, которые возникают в нашем обществе. Дозволен ли Мавлид? На эту тему прошла пресс-конференция на базе исламского портала islamdag.ru. В качестве эксперта на встречу с представителями СМИ был приглашен председатель Муфтиата Мухаммад Майранов, который ответил на все интересующие вопросы. Тему продолжит Хамзан Дурмагомедов. Наступил Раби-Уль-Аваль. Это месяц, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение. В это время мусульмане проводят праздничные мероприятия – мавлид. Однако в обществе встречаются и те, кто стоит под сомнение проведения подобных мероприятий. Наиболее часто обсуждаемая тема, насколько это дозволено по канонам ислама. Новый пресс-центр на базе портала islamdag.ru поможет найти ответы на все вопросы. Пресс-центр призван для того, чтобы давать разъяснения тем вопросам, которые вызывают резонанс в обществе, давать ответы, достоверные ответы из источников, которые компетентны в объяснении таких вопросов. Представители СМИ имели возможность задать интересующих вопросы Мухаммаду Майранову, председателю Муфтиата Республики. Богастов подробно отвечал на вопросы, ссылаясь на доводы авторитетных ученых. В этот месяц люди, которые празднуют Маулид, которые отмечают Маулид, они особо усердно любят выделять этот месяц Маулидом именно таким видом богослужения. И в этой связи возникают определенные вопросы. Есть люди, которые считают это неправильным. Поэтому мы решили немного на эту тему побеседовать и постараться раскрыть вообще суть Маулида. Эксперт подытожил встречу в следующем. Маулид – это одобряемое ношество, которое никак не противоречит основным канонам религии. И польза в его проведении вполне очевидна. Хамзнур Магомедов, Магомед Магомедов, Додгасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И о теме спорта. Олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев завоевал новый титул. Накануне в Уфе дагестанский боксер выиграл пояс чемпиона Европы среди профессионалов. В главном поединке вечера 23-летний спортсмен встречался с итальянцем Суата Лази. Бой продлился лишь два раунда. Соперник нашел боксера, получил травму плеча и был вынужден сняться. Для Батыргазиева это был первый бой на профессиональном ринге после летней Олимпиады. Теперь на его счету 4 победы в 4 поединках и все нокаутом. Это были главные новости минувшей недели. Следите за развитием событий на нашем канале. С вами была Патима Тханапова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин